Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Сегодня хотел бы записать последнее в этом году видео, такое поздравительное, и подвести некоторые итоги года медийные, дать какие-то такие советы, потому что год был достаточно тяжелым, и с другой стороны много было возможностей для реализации, в частности, нашей клиники. В этом году была очень высокая медийная активность, было порядка 200 публикаций в средствах массовой информации в течение года о нашей клинике, о нашей работе. Не считая этого, активность была высокая и таких неформальных СМИ, в Ютубе, выступление два раза в Куджи подкасте, у других приглашенных блогеров, или там из Инстаграма ведущих и так далее, прямые эфиры, где в принципе я считаю, что освещал очень важные вещи о том, что такое зависимость, где норма между нормальным потреблением и развитием зависимостью, какие есть варианты отрицания зависимости. Много времени посвящал новым наркотикам, которые стали угрозой в последнее время и в этом году, в частности, таким как соли, мефедрон, которые сейчас у нас наполнили просто клинику, реабилитационный центр, вытеснив все другие наркотики. О том, что мефедрон это какая-то не безобидная стимулятор, не безобидная шутка, серьезный наркотик, который вызывает последствия. Вот, поэтому хочу пожелать всем счастливого Нового года, поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить всех наших подписчиков ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе особенно, потому что вот нашему Ютуб-каналу я уделял особо много времени в этом году и старался записывать актуальные видео на все темы практически, которые, ну, во-первых, которых просили, которые просили в комментариях, вопросы, которые задавали, ну и те темы, которые я сам считал наиболее актуальны, наиболее часто задаваемые вопросы в практике врача, психиатра, нарколога. Вот, и, соответственно, такие же планы остаются на следующий год развития соцсетей, высокая медийная активность, выступление в петербургских, федеральных средствах массовой информации, на ток-шоу, продолжение Ютуб-канала, возможно, каких-то новых форматах, приглашение гостей, желательно, конечно, хотелось бы и звездных гостей, интервью с нашими пациентами, которые прошли курс лечения, реабилитации, чтобы все это разбавило, да, информационную составляющую нашего канала. Поэтому благодарю всех подписчиков, которые были со мной и с нашей клиникой, с нашим каналом в этом году, всех подписчиков соцсетей и желаю всем счастливого Нового Года. Соответственно, теперь совет о том, да, пить или не пить, конечно же, он то, такое же, о чем я и говорил до этого. Если вы знаете, что у вас есть алкогольная или наркотическая зависимость, и там на моих видео, например, вы поняли, что это точно, сто процентов так, мой совет – встретить этот Новый Год трезво, потому что в большинстве случаев отделаться там бокалом шампанского не получается, и люди уходят в срывы. Там люди с наркотической зависимостью могут с алкоголя стартануть в наркотический срыв, в алкогольные запои. Для нас, для наркологов, январь – это месяц очень тяжелой, напряженной работы. Количество обращений увеличивается в три, в пять раз. И особенно тяжелые пациенты начинаются к концу месяца, которые как раз начинают пить с 31 декабря и заканчивают 31 января. Поэтому берегите себя, свое здоровье и всех еще раз с наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok